И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем потихоньку заканчивать Final Fantasy VIII. И, в общем-то, впереди у нас Эстар, разговор с президентом, скорее всего, потому что кому бы нам еще идти, несмотря на то, что вызвал нас, в общем-то, Кидос, наш старый знакомый. Ну и прежде чем идти в Эстар, наверное, имеет смысл включить отсутствие боев, потому что теперь в Эстаре куча-куча монстров, и, в общем-то, они нам спокойно жить не дадут. Можно было бы сесть на Эйр Стейшн, то есть мы там были уже с вами, но потом бы пришлось по всему городу бежать и как-то это влом мне лично делать, поэтому я лучше сделаю вот так, пробегусь тут. Хотя какого фига мне потом придется все равно по городу бежать? Ну ладно, просто отсюда выйти проще, чем потом искать эту Эйр Стейшн, если честно. Потому что я в Эстаре, я вообще не ориентируюсь. Ненавижу Эстар. Замечательно. Теперь бежим в президентский дворец. Здесь отключать отсутствие боев не стоит, потому что Эстаре, именно даже на этих улицах, на нас будут активно нападать. И я куда-то туда побежала, на самом деле. С другой стороны, кстати, я в магазине давно не была. Твери надо. Но нам не надо. Торнадо нам не надо. Что мы можем купить? Зово магазин не надо. Ладно. Промтовары. Получите. Что-то нам дали, непонятно что. Нам не написали. Перевод, конечно, местный рубит. Если я буду когда-нибудь переигрывать эту игру, я буду ее переигрывать уже на ПК. То есть ПК-шную версию, которая в стиме с нормальным переводом. Потому что это невозможно. Да и уйдите в пень. Я не нажимала даже. Уйдите. Уйдите. Отпустите меня. Это японские городовые. Уйди. Уйди ради бога. Дай мне к девочке подойти. Ааа. Мне страшно. Все в порядке. И заставлю монстров уйти. Ну да, в общем-то. Правда. Как я уже сказала, весь эстар с монстрами уже населенную. Да. Ага, так что прекрати плакать и укрой. И спрячься, короче. Хорошо. Причем я с ней уже на самом деле не первый раз говорю. И она все еще сидит здесь вместо того, чтобы пойти и спрятаться. Ну, в общем-то, это аналогично. Ага. Всем плохо, потому что куча монстров в округе бегает. Не знаю, я, наверное, буду с этой опцией ходить. Ну, то есть с опцией... Отсутствие боев до финального босса. Ну, или около того. Хотя, на самом деле, есть еще в последних локациях. Кстати, да. Черт. Я вспомнила. Нас ждет ад. Нас ждет очень большой и толстый ад. Потому что я вспомнила. Черт возьми. Что нас ждет. Черт. Я не хочу играть в эту игру. Все, хватит. Боже. Я забы... О, боже. Черт. Я сейчас заплачу. Ай, ладно. Как я об этом забыла? Я же об этом вспоминала относительно недавно. Часов 30 назад. В смысле, игровых 30 часов. Но, 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 черт. Как это болезненно. Ладно, не важно. Гутен так. У вас есть разрешение? Сюда, пожалуйста. Сюда или туда? Все-таки сюда. А что ты рукой туда показываешь? Здрасте, еще раз. Президент ждет. А где он ждет? Здесь или там все-таки? О, здрасте. Давно не виделись. А поздороваться? Чертов. Китайские ученые. Это мы здесь посидели, чтобы мимо Один прошел, да? Ну ладно. Все-таки нам в эту сторону. В общем-то, мы сейчас пройдем там, где мы раньше не могли пройти. Логично. Ой, пропустите, пожалуйста. Это нам назначено. Спасибо. Вард. Кирос. Значит, это... Да, ребят, президентом Стара является Лагуна. В общем-то, о чем я вам и говорила. Давным-давно. В общем-то, он остался с Рейни. После чего она родила ему сына, которого ему пришлось отдать в приют и Дэй, потому что похитили Элон. Сыну на тот момент было, если я не ошибаюсь, 4 годика. Потому что Элон похитили, и он отправился за ней. И, соответственно, потом, после всех этих дел в Истаре, после Адели и так далее, он остался здесь за лидера, как его, в общем-то, и просили. И, соответственно, чтобы Элон не была где-то поблизости от греха подальше, он вообще не очень, на самом деле, логично. Хотя в этом есть только логика какой-то. Он вернул ее в приют к Дэй, чтобы она там могла со своими сверстниками обитаться, я так полагаю. А ей, в общем-то... В общем-то, да. Хотя это все равно довольно странно. С другой стороны, не очень странно, с учетом того, что он, как сказать, сталкивался с колдуньями, он ее тем самым обезопасил от колдунь. То есть, если бы Адели снова воскресилась или еще что-нибудь, она бы, естественно, сразу бы обрушилась на Истар, как, например, сейчас. Естественно, Элон была бы в опасности, а так он ее спрятал. Фактически. Ну и заодно спрятал своего сына. Не будем показывать пальцем! Да-да, конечно. О, привет! В штепках, в рубашке. Уже постарел. О, мы рады с вами встретиться. Вы, ребята, одни из тех, о ком... Я... Подумал... Ааа, я не знаю, как это переводить. Короче, вы Сида, да? Элон говорила мне. Как будто какие-то волны проходят через мою голову. Ну, это дает нам силу во время битвы. Ну, в общем-то, он вспоминал насчет вот этих вот... Помните? Ну, а это просто фея. Когда там ему казалось, что кто-то говорит, и у него спрашивали, что такое, он говорил... Ааа, так, призраки, фея. Мы думали, что это что-то вроде ангелов или феи над нами. А это, оказывается, были вы. В общем, я Лагуна. Президент из старых. Лагуна Лоэр. Отвидеть вас. Ааа, в общем, мы здесь в полножопе, ребят. И, в общем-то, что вы хотите знать, прежде чем мы начнем о самом главном говорить? Чего? Если президент Лагуна ничего не скажет, вы не сможете никуда пойти. Да, слушай, может, они зададут вопрос, я им отвечу, и все будет нормально. Ладно, зададим такие мы вопросы. Ээ, слушай, ты выглядишь слишком серьезно. Нифига. Или нифига. Объясни миссию по уничтожению ультимиции. В общем, прям по существу спрашиваешь. Прямо как трудоголик Сид. Ээ, мой ход? А, ну, ладно, давай, объясни нам, чтобы мы все-все поняли. Я буду говорить, когда захочу, хватит меня указывать. В общем, волшебница Эдэя мне все рассказала. Волшебница ультимиции появилась из будущего для того, чтобы завладеть всем в настоящем времени. Возможно, она ставит... Чего? Возможно, она бросила свое тело в будущем, и здесь появляется только ее дух. Это что-нибудь вам говорит? Похоже, как будто... Похоже на то, как Элон отправляла наши души в прошлое. О, да ты умненький! А, мое первое предположение заключалось в том, что если кто-то в будущем со способностями Элон посылает волшебниц сюда в наше... Точнее, не есть, да? Есть кто-то, кто посылает волшебниц сюда в наше время. Но нет, это не ответ, это не вариант. Каким образом волшебницы возвращаются в это время? Хотите уж... Я хранила это в секрете, чтобы удивить вас, но... Да ладно. Я исследовал силу Элона уже давно. Я сделал модель потоков, которые текут в мозгу Элон. Когда образец был готов, все остальное было уже значительно проще. Может быть, сейчас это просто игрушка, но во времена ультимеца это... Во времени ультимеца это очень мощная штука. Короче, это значит, что есть имитатор способностей, Элон. Да, небось тот, который ты сам только что и сделал. И я сделал первый образец этого устройства. Я назвал машину машиной перехода. Это так здорово знать, что твое изобретение используется в будущем. Ну да, спасибо. Машина перехода, блин. Сделал, и именно поэтому ультимеца смогла попасть в прошлое. Сволочь ты, Один. Это вообще парадокс. Если бы ультимеца изначально... То есть, как сказать... Если бы у них, у всех этих ребят, не было повода делать проекцию модели башки Элон, соответственно... То есть, не было бы ультимеца, что являлось бы поводом сделать... Соответственно, Один бы и не сделала, и ультимеца бы не получила это в будущем. Это странно, согласитесь. Так волшебница ультимеца приходила за Элон с помощью этой машины. И Элли была целью ультимеции. Ну и вы не можете обвинять меня. Это бесполезно. Ладно. Продолжим историю. Итак, смотрите дальше. Есть только один способ победить ультимецу. Надо убить ее в будущем. Но мы никак не попадем туда. Наши усилия бесполезны. В нормальных обстоятельствах в будущее попасть невозможно. Но есть один способ. Это связано с планом ультимеца изжать время. Зажать время с помощью магии. То есть... Это добрая воля волшебницы. Короче, он предлагает нам позволить ультимецу изжать время в мире. В общем, воплотить ее план в жизнь. Гениально, правда? В общем, плохо все. Давайте подумаем, что будет делать ультимец. Для того, чтобы ультимеца существовала в настоящем, мне нужно какое-то тело в настоящем. Но у машины есть предел. Ультимеца, наверное, должна возраститься в определенный момент, чтобы достичь необходимого сжатия времени. Только Элон может вернуть ее в прошлое вовремя. Поэтому она и ищет Элон. Мы должны воспользоваться преимуществом силы Элон. В нашем времени две волшебницы. Волшебница Рину и волшебница Адель. Из этих двоих Адель еще не пробудилась. Как только регенерация будет закончена, ни Лагуна, ни я, никто из нас вообще не будет в безопасности. Волшебница Адель будет в процессе пробуждения в Лунатик Пандоре. И ультимеца захочет захватить Адель, пока Адель спит. Это будет кошмарно. Адель ужасная волшебница. Если Адель убедит ультимецию, первым делом Адель победит ультимецию. Адель первым делом разрушит это время. Точнее, не Адель победит ультимецию, а ультимеция захватит Адель. Поэтому нам надо использовать силу волшебницы Рину, чтобы унаследовать силу ультимеции. Это все, что я могу сказать об этой миссии. Сначала нужно пойти к Лунатике Пандоре. Илон, возможно, находится где-то там. И, в общем-то, первым делом спасти ее. Ну, а, видите, она же пропала тогда. И, видимо, она там где-то застряла. А потом нужно убить Адель до того, как она проснется. Сейчас мы имеем только Рину в качестве сосуда, в общем-то. А потом будем ждать ультимецию в Рину. Когда появится ультимеция, настанет черед Илон. Илон скажет Рину вернуться обратно в настоящий с ультимецией. Вы что-нибудь поняли? Я тоже не поняла в свое время. Илон нужно будет отправить Рину и ультимецию внутри нее в другую волшебницу, в настоящем. Адель или Эдею, это все, что касается Илон. Пока ультимеция в настоящем, она будет использовать магию для жатия времени. Влияние этого мы почувствуем сразу же. Но могу сказать, что только, что покуда Илон будет это чувствовать, она сможет разделить Рину и ультимецию. И они, в общем-то, вернутся. Рина вернется в этот мир, а ультимеция вернется в свой родной мир. И расстанется в состоянии сжатого времени. Прошлое, настоящее и будущее смешаются между собой. Вы сможете спокойно попасть в будущее. Но как только вы уйдете из сжатого времени, вы попадете в мир ультимеции. Это бредово звучит, я до сих пор не понимаю, как это вообще. Так, в общем, вот что будет потом с вами. Так что, хочешь поговорить о миссии? Если ты еще не до конца понял. Есть вопросы, блин. Расскажи мне о Рейне. История Рейне? Не, слушай, парень как-нибудь в другой раз. Я не могу, это слишком много значит для меня. Ну как это, как это ты не скажешь? Что ты здесь делаешь вообще? А, ну, знаешь, ты же знаешь, в общем, чем я занимался всю жизнь, так? Ну, ты был глупым голодианским солдатом. И мне не нравилась твоя манера разговаривать с людьми, жить и вообще. Но я не понял твоих обязательств между... В общем, не понял, какого хрена вы тут все трое. Я помню тебя только с того момента, как ты свалил из Винхила. Когда Илон похитили, ты путешествовал, путешествовал для того, чтобы вернуть Илон. Ты много писал о дороге, ты пытался найти путь в Истар. И все-таки попал в Истар и спас Илон. Мне много кто-то помогал всю дорогу. Что-то я не понял. Почему ты президент все-таки, а? Хочешь знать, это длинная история. Давайте послушаем. Хочешь услышать, правда? Хорошо, я расскажу. Я только отправился искать Илон, но, безусловно, это не конец истории. Это страна, подчиняющаяся Адель с изобретательным, но коварным Одином. Обоим им была нужна Илон. Мы не смогли просто так уйти. В общем, сейчас будет небольшой флэшбэк. Адель рассердится. Моим исследованиям конец. Один думает только о своих исследованиях. Но пока исследования велись по приказу Адель, он получал много инвестиций. Это было средство сковывания магии. Может, Адель была побеждена. Короче, я зависела от сопротивляющихся... Сил сопротивления Адели, и они смогли помочь мне спасти Илон. Я говорил с моими товарищами, и у нас было две проблемы. Первая. Остановить кристальную колонну, вызванную чудовищами с Луны, и уничтожить все, что похоже на случившееся в центре. Вторая. Освободить старт властья Адель. Мы планировали и планировали. Конечно, основываясь на моих чудесных идеях. Мы вернулись. Назад к лаборатории лунатика Пандоры. И была только одна цель. Следуя инструкциям Одина, мы управляли панелью и передвинули кристальную колонну. Мы установили курс и конечную точку в океане, и... До свидания. Кристальная колонна, имеется в виду та самая колонна, которая сейчас висит над Тирс Пойнт. То есть вот такая байдурина прямоугольная, вот эта огромная. Они ее скинули, короче, в океан. Это было легко, но... Мы кое-что узнали. Мы собрались для последней битвы, чтобы заманить Сиадель. А вот Эль. Адель появилась, как мы ожидали. Что происходит? Мы выслеживаем того, кто передвинул кристальную колонну. Куда? Туда, внутрь! Элон взята в заложники. Ага. Я знал, что она придет, как только я упомяну Элон. Ты думал, меня обманет эта хитрость? А почему, кстати, Адель волшебница? Почему она мужик? Меня всегда это интересовало. Это должна быть женщина. А почему? Почему это мужик? Я не понимаю. У меня такой разрыв шаблона был первый раз. Но я действительно не понимаю, какого хрена это мужик. То есть это какой-то был пацан с силами. У которого появились, точнее, силы. И в которого переместилась душа Адели. Или что? Этого нигде не говорится. Хотя нет, может где-то и говорится. Но я не знаю. Я не знаю где и какого хрена. В общем, Адель сделала так, что Элон была голограммой. Мы, точнее, сделали так, что Элон была голограммой. Но было слишком поздно. Да, Кудюш. Мои планы всегда. Отлично! Работает! Хе-хей! Вот так вот, детка. Адель была неосторожна. Может, она и колдунья, но она была человеком. Был! Мы последовали. В общем, не знаю зачем. Но мы не могли бы держать такую опасную колдунью рядом, как Трофей. Мы должны были сделать что-нибудь. И мы решили отправить ее далеко отсюда. В космос. Куда-нибудь очень далеко. Другие миры. А почему вот так легко им далась, да, победа над Аделью? Ну а насчет той части, настоящая работа началась потом. Жестокие дебаты шли относительно того, кто будет управлять страной после ухода от Адель. Я не привлекала особого внимания, пока они не возвели меня в героя и мне пришлось стать президентом. Родин наделал много шума насчет того, как исследовать силу Элон. Это была ошибка отправить Элон одну к Рейни. Рейни умерла и Эля... А, вот оно как случилось. Все. Извиняюсь. Немножечко неправильно. Рейни умерла потом. Понятно. А, ну да, логично тогда, получается. Рейни воспитывала сына. Элли туда же отправилась, в общем-то. А потом Рейни умерла и они оба отправились в приют. Если бы я только вернулся в Винхилл вместе с Элли, мне бы удалось увидеться с Рейни хотя бы раз. Рейни умерла, Элон пропала. Моя работа не дает продохнуть. Я остался здесь, чтобы подумать об этом. И перед тем, как я узнал, прошло слишком много времени. Хорошо, ладно. Я закончил. В общем, вот такие вот дела. Если кто-то не понял до сих пор... Сын Рейни и Лагуны это Скволл. Если кто-то таинственным образом вообще не понял. Это именно Скволл. Скволл родился у Рейни. Он никогда свою мать не знал. И, в общем-то, вот я чуть-чуть ошиблась в дате ее смерти. Она все-таки была еще жива, пока он был совсем-совсем маленьким. Но он ее не помнит во многом, потому что банально ЗС помешали ему вспомнить это и запомнить. И, в общем-то, поэтому он к СИС лучше всех относился. Потому что он с ней жил до этого. В приюте он еще это помнил. То есть СИС, СИС, она всегда его поддерживала. А потом они, видимо, вдвоем отправились в приют после смерти Рейни. Опять же, датами ошиблась немножко. И, в общем-то, после этого было то, что было. Дальше мы все знаем. Да, мы сделаем. Хотя нет, подожди. Сейчас я хочу с Киросом и Вардом поговорить. Расскажи мне еще раз о Рейне. Нет? Ладно. Классный прикид. Хочешь приодеть? А, ну он же у нас разговаривать не могет. Аллея, гараж. Так, хорошо. Да, мы сделаем это. Что у нас еще остается-то? Отлично. Пошли. Мы доберемся на борту Рагнарока. И давайте пройдем наше последнее освещение именно там. Я давно хотел полизать на нем. Имя такое хорошее. Ну, вы все, ребят. Отсюда мы попадем прямиком к нашей конечной цели, культиметции. Давайте еще разок обсудим это. Сначала нужно попасть в Лунатика Пандоры и освободить Элон. Затем мы вступим в сражение с Адель. Я подготовлю ей сюрприз. И будьте безжалостны. А сейчас небольшие хитрости. Перед поражением Адель должна будет передать свои силы. Арина, сможешь принять их? Да? Она так уверена. Она, блин, 10 минут назад, ну грубо говоря, да? Меньше суток назад получила свои силы колдунь и уже умеет ими управлять. Так уверенно говорит. А потом мы будем ждать, пока волшебница ультиметции попробует поработить Рину. Это будет тяжеловато для тебя, Рину. Но ты сделаешь это? Ну да, а что мне остается? Вот это дух. А затем Элон пошлет Рину и ультиметцию в прошлое. Элон вернет обратно у Рину. Потом вперед, сквозь сжатое время. И ультиметция будет жить в далеком будущем. Там, где никто из нас не может быть технически. Так что будет только один путь, чтобы существовать в таком мире. Как друзья, ничего не забудем. Как друзья, будем верить друг в друга. Верьте в друзей, и они будут верить в вас. В общем, держитесь вместе, чуваки. Быть другом, любить ближнего, как самого себя. Одному это не под силу, кто-то еще нужен. Да, ребят. Какое место напоминает о ваших друзьях? Воображение переносит вас туда, где друзья. Как только начнется сжатие времени, думайте о месте и пытайтесь попасть туда. Вот и все. Ну, в общем, то, чтобы мы смогли встретиться. Иначе, как бы, будет очень плохо все. Иначе мы потеряемся просто банально в сжатом времени. Это место будет ждать вас. Вы сможете попасть туда, независимо от того, где находитесь. Нужно дружба и любовь для такой миссии. И веру во все это. Это все о любви и дружбе. Прямо как селфи, да? Он реально мужская версия селфи. Он вроде как такой дурачок, немножечко несерьезный. Но при этом может быть жестоким и серьезным. Когда надо. В общем, я начинаю отсчет. Ааа, паника, паника. Любовь и дружба и все эти слова. Ты сам-то понял, что сказал? А что, думаешь, не понял? Думаешь, не сможем? Да, попробуем, что делать. О, нога! Ай, лагуна! Я люблю тебя, лагуна! Дурачина. В общем, вон как интересно получается. Когда-то лагуна, в общем-то, ухлёстывала за Джулией. Но она не дождалась его с войны. Как вы помните, он не смог вернуться по многим причинам. Она не дождалась его. И, в общем-то... Так, где Тирспоинт? Я, в общем-то, вышла за генерала Каравея. Или Каравея, как там у него имя? Так, я не поняла. Пандора? Пандора где-то. Вот ты. Вот. В общем, не дождалась, вышла замуж за генерала. И, в общем-то, родилась Рину. А... Лагуна женился на Рейне и родился Сквол. Единственное, что немножечко грустно, то, что фактически лагуна никогда не видел Сквола как сына. Ну, может, когда он был маленьким, он его и видел. Вот это, к сожалению, нигде не объясняется. Надо было сохраниться. Черт. Ну, ладно. Вперед! Давайте вломимся туда. Интересно, сможем ли мы попасть внутрь? Кстати, да, ребята, сейчас будет точка невозвращения. По-моему. Да, да, сейчас будет точка невозвращения. В общем, все плохо. Не напрягайся по этому поводу. Пулеметы основного орудия готовы к бою? Готовы! Давайте обрушим на них Шквальный Огонь. Ба-бам! А, черт! Щит! Ого! Давай я дивизию. Хе-хе, если это Рино так спокойно сидит. Ла-ла-ла. Подумаешь, мелочи какие. Все, прорвались, хорошо. Ба-бам! Какого хрена происходит? Рука. У Рагнарог есть руки. У корабля есть руки. В общем-то, именно Рагнарог один из тех троих таких дракончиков, который, помните, схватил Адели в космос, выдернул ее. В общем-то, одна из этих штуковин потерялась банально. Квисьмеси. Олега, Раш, кто ничего не скажет? Готов идти? А что дело-то? Да. Так, нужно выбрать партию. Да? О, кстати, давайте сейчас тогда присядем. Дожди. Дожди. Жи-жи-жи. Я не там, видимо, вышла. Сейчас, нормально. Сейчас все вылит. Сейчас мы тут тогда сохранимся. Так, у нас все хорошо. Кстати, есть классная способность. Вызов магазина. Я теперь смогу абсолютно в любом городе... Ой, в городе. Абсолютно в любом месте вызывать магазин. Это, по-моему, Тонбери эту способность дал. Или кто-то из них. Не важно. Воскрешалки. Давайте купим. Хотя зачем? Так, тентики, тентики. Куча еще тентов. Возрождялки. Аномальный статус. Мегалюкорстен. Эликсир. 37 косарей. С ума сошлешься? Че продать моим? Хотя нам не надо продавать. Святая война, смотрите, 15. Ты зачем нам, господи? Че тут барахолка? Это... Барахолка. С ливирным сердцем для скуала. Барахолка! Такая глупость, божечка. Че у нас тут еще есть интересного? Че мы можем... Кстати. Патроны тьмы, разновные, мегалекарства. Кстати. Хотит для ЗС. А чем? Камень метеора, кстати говоря. Карта перемен... Камень ультимы. Ну, один камень ультимы. Все равно, что одна ультима, не серьезно. И, кстати, да, эликсиры проще всего для этого... Для получения Дум-трейна брать из карты Анжелы. Ее можно выиграть и у Уотса. Вам я это говорила. На корабле белых сидов. Кстати, вот карбонку. Неплохо было. Пусть будет. Вот, кстати, мега эликсирчик. Нам карты... Че, котмон... Какие котмон... Что это значит? Котмонах. Давайте переделаем. Че бы нет. Потому что нам на самом деле... Если серьезно... Нам не нужны эти карты уже абсолютно. То есть у нас все финаль. Так, подожди, я хочу посмотреть, что это там такое было. Че он делает? Контратака! Вау! Ну да, способность монаха что-то я не сообразила. Плащ и занавес. Все понятно. Вот мега эликсир... Где он тут? Я только что его брала. Подожди. Так, подожди, не вижу. Где она? Мега лекарства. Вот. Восстанавливает ежки на тысячу всем игрокам. И вот мега эликсир... Вот он, да. Че-то я попутала. Полностью восстанавливает еж и снимает плохие статы. Всем. Сразу. Вот это шикарная вещь. Поэтому, в общем-то, у селфи я и поставила в комбинашках вещь. То есть вытягивать магию уже особо-то и не нужно. Кстати, вот это надо потом что-нибудь с ней сделать. Хотя, на самом деле... Это вот реально перед последним боем хорошо будет снять. Или там около того. Потому что, по факту, это у меня заменяться будет живучестью на 60. Но зачем мне живучесть на 60? Если мы не будем сталкиваться ни с кем. То есть заменить на время вещь. Ну, то есть магия. Мы будем юзать во время последнего боя ауру. Которая дает возможность использовать лимиты даже при большом количестве хп. В общем-то, вот. Кстати, вот что я хотела сделать точно. В общем, вот такие вот дела. Так, еще раз давайте сохранимся. Мне так спокойнее будет. Хотя, кстати, подождите. Сколько там у Зелла магии? Подожди. Где ультима? 97. Знаете, что можно сделать? Я даже, наверное, это и сделаю. Тем более, нам серию пора завершать. В общем, я за кадром слетаю обратно в деревню Шум. Еще раз куплю ультиму. Чтобы было. И, в общем-то, начнем уже следующую серию непосредственно отсюда. И полетим в лунать к Пандуру. И расхреначим там все к чертям. И будет, естественно, точка невозвращения. То есть впереди у нас тупо бои, как я вам и обещала. И, в общем-то, нас ждет боль. Нас ждет очень много боли. Как бы там ни было. Я надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если это так, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь. И, в общем-то, всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Севен. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok